evil dead это наверное один из лучших если не лучший ужастик про зомби таких прям жутких и кровожадных и фильме мне кажется есть наверное все и и жуть пробирающая до костей в первой части отличный черный юмор во второй наикрутейшая история сюжетом соединяющая два фильма в третий плюс шикарные запоминающиеся персонажа и теперь по этой наикрутейшей вселенной вышла игра evil dead the game и да она мультиплеерная к огромному сожалению всех фанатов это не сингл но если вы действительно фанат данной франшизы вы ни капли не разочаруетесь получить свою порцию фан сервиса вы сможете по полной программе потому что игра пропитана им с ног до головы все знакомые персонажи которых в игре аж 13 штук правда четыре из них это ешь из разных частей но поскольку они абсолютно разные и воспринимаются они как отдельные герои та самая хижина в лесу с подвалом и жуткой бабкой внизу правда в него почему-то пока не дали возможности зайти также кандарийский демон кинжал и конечно же книга мертвых и если вы соскучились по данной вселенной а старые фильмы сериалы уже надоели то это просто идеальный вариант снова окунуться в нее и при этом поиграть достаточно неплохую игру я не игра во все эти и пятницы 13 dead by the light и прочие асимметричные игры поэтому про игру в этом жанре буду рассказывать с позиции полного дилетанта я наверное не буду детально объяснять про саму механику игрового процесса и досконально описывать все ее шаги что там и как нужно делать по этому поводу на канале уже было два полноценных видео первое как играть за выживших второе как играть за кандарийского демона в этих роликах об этом нам рассказывают сами разработчики а я сделал перевод всего происходящего на русский поэтому если интересна сама суть обязательно посмотрите ссылка будет подсказки и в описании в этом видео я расскажу об общих впечатлениях плюсах и минусах игры так сказать поделюсь своим мнением темы багов касаться не будем так как их практически нет что похвально но с тем учетом что игру откладывали ни один раз это не удивительно в первую очередь хочется отметить картинку и графику графика в игре просто шикарная движок в игре on real engine я думаю что 5 минимум 4 и картинка ну просто загляденье на любой карте в любую погоду игра выглядит просто шикарно ощущение полноценного триплэя проекта видно что люди любят эту франшизу и подошли к этому вопросу очень трепетно никакой халтуры размытых задников и мыло в игре имеется погода смены дня и ночи и обычно что канонично вы начинаете засветло при закате а дальше начинается ночь иногда идет дождь иногда туман а иногда прямо дождь с гроздой и смотрится это потрясающе с оптимизацией в игре также полный порядок на моей gtx 1080 на высоких настройках графики всегда стабильно держится около 800 fps то более чем достаточно для такого типа геймплея там и при 60 игралась бы отлично ведь целиться не нужно в игре присутствуют синглплеерные миссии и как сказали разработчики они сделаны для того чтобы люди смогли окунуться в лор игры и это такая своего рода мини замена синглплееру и к моему огромному сожалению миссии получились очень посредственными за исключением того что в первой и пятой миссии можно прям лицезреть несколько локаций из фильмов и в первой миссии мы начинаем в той самой легендарной хижине в лесу которую разработчики переделали просто один в один тот же самый подвал с цепью в которую бушует старуха та же самая голова олени на стене от дырки от выстрелов в стенах ночник на журнальном столике зеркало диктофон профессора ноубе та же самая комната заколоченные окна в общем все переделали очень скрупулезно а рядом с домиком находится тот самый сарайчик с тисками в котором в конце миссии нам будет нужно принести голову линды которая всю миссию подвешена выше на поясе после того как мы ее выкопаем и она будет петь эти самые жуткие песенки из фильма в общем тут они переделали все на 5 баллов по ностальгическим чувствам фанатов удар будет сильнейший а в пятой миссии где мы играем за короля артура на небольшой промежуток времени нам позволит побывать в той самой яме из 3 части куда скинули эша в качестве казня и что просто невероятно круто они даже сделали того же самого дедайта зомби который нападал на эша в этой яме фильме я обязательно ставлю этот кусочек геймплея видео прям тоже самое один в один тут он выступает в роли такого мини-босса перед основной схваткой со злым эшем из 3 части где он уже стал генералом также в других миссиях они добавили какие-то моменты из сериала дом эша точнее его трейлер и этого дебильного демона в виде гомункула который как по мне ну вообще не вписывается в эту вселенную а остальные миссии достаточно посредственной и просто неоправданно и непонятно зачем адски сложная ну как сложные наверное если вы привыкли играть в dark souls eldon ring вам будет просто но для неподготовленного игрока со сложности они явно перемудрили миссии просто адски длинные очень скучно добеги от точки а к точке б убей там всех потом беги туда туда а потом туда если вас где-то по дороге убьют начинайте все заново убивают тут быстро хилок практически нет враги злые нужно постоянно юзать у ворот нет ни одного чикпоинта в общем это просто какой-то кошмар некоторые я перепроходил раз наверное по 5 и это вообще не приносит удовольствие я бы наверное практически сразу на них забил но хитрожопые разработчики не разблокировали всех персонажей сразу и 3 из них можно получить только за выполнение этих унылых миссий поэтому тут совсем не ясно на хера было делать так сложно также за выполнение миссии разблокируется записи профессора ноубе и там чуть более детальные записи тех что были в фильме с парочка интересных моментов целом ничего особенного но послушать интересно и как я сказал выше в мультиплеере нам доступно 13 персонажей и 3 демона и что достаточно круто у каждого героя и демона просто огромная ветка прокачки с кучей различных навыков и что интересно вы не можете вкачать абсолютно все максимальный уровень каждого героя 25 что дает нам 25 очков которые вы можете использовать в качестве прокачки а каждый навык все они пассивные требуют по 3 очка для полной прокачки также тут присутствует дерево навыков то есть чтобы добраться до чего-то определенного нужно прокачать навыки перед ним и как я сказал выше все вкачать невозможно так как очков всего 25 что дает нам возможность для создания различных билдов что достаточно круто так как один и тот же персонаж может быть вкачан по какой-то определенной ветки и тем самым иметь различные параметры все эти очки можно без проблем сбрасывать и пересобирать билд а с тем учетом что персонажей целая куча поразвлекаться еще и соответственно все герои разделены по разным группам есть лидеры которые дают ауру есть воины которые вносят основной дамаг есть охотники которые тоже скажем так войны но немного с другим уклоном и есть саппорты также что хочется обязательно отметить что очень порадовало персонажи отпускают просто кучу различных реплик и всех их озвучивали оригинальные актеры из фильмов тот же блюз мочит просто нон-стопом фразами из фильмов и это прям душу греет за это игре жирный лайк далее боевка боевка в игре она вроде и неплохая то есть она красивая кровавая куча различных красочных добиваний так далее но назвать ее классный я не могу она какая-то топорная что ли и поначалу очень медлительная и весьма однообразное удовольствие от убийства дедайтов она не приносит что как по мне жирный минус так как 80 процентов времени вы занимаетесь именно этим поначалу конечно будет классно посмотреть на все эти красивые добивания на f но потом вы не будете их использовать потому что они занимают просто огромное количество времени а в массовых файтах это не позволит на роскошь потому что тот же самый урон вы можете нанести обычным ударом просто на ударив от боевки не чувствуется какого-то импакта как например в той же дьявола где крошить мобов прям приятно сложно описать словами тут надо играть самому возможно кому-то понравится но я какого-то удовольствия от нее не получил а что прям безумный бесит в игре нету блока только отскоки на пробел которые расходуют сразу половину стамины и чаще всего вы будете получать именно щита как отскоков не будет но тут уже видимо сказывается особенности такого типа геймплея где на этом построена балансовая система и возможно блок все бы это руинил и также нету прыжка что тоже подбешивает так как иногда вы упираетесь в незначительную преграду и не можете перепрыгнуть и нужно обходить далее что хочется отметить повторюсь еще раз что игра к сожалению мультиплеер на и тут если вы играете за выживших и если вы играете один все достаточно спорно так как игра целиком и полностью заточенную игру с пачкой друзей и обязательно с голосом потому что даже чата в игре нет и каждый обязательно должен взять правильный класс как минимум у одного лидера воина и хиллера а иначе если демон умеет хоть немного играть это будет слив а играя в соло естественно все берут кого хотят в основном воинов разбегаются по карте не могут скоординироваться никто никого не прикрывает и не хилит и на карте происходит полный хаос поэтому если вы играете только в соло и не хотите играть за демона про которого мы поговорим чуть позже и в целом не фанат такого рода игр тут надо подумать надо новом или нет и не подумайте конечно что играя в соло не получаешь удовольствие далеко нет в целом тут 50 на 50 вам конечно попадаются и нормальная группа где люди уже знают что и как делать обязательно из хиллер и все происходит четко но происходит это далеко не всегда поэтому надо быть готовым ко всему в целом тут можно и втроем затащить и мы делали это не раз а игра за демона как раз подразумевает игру именно соло что для многих кто играет один будет просто спасением потому что играть за демона очень фаново и весело но в то же время потно но как я сказал выше люди в основном играют соло поэтому играя за демона когда вы поймете что к чему начинается чистый фан так как вы можете вселяться как выживших так и в некоторые предметы вокруг такие как машины и деревья которые пугают выживших и поднимают им полоску страха которая при достижении максимального значения позволяет вам вселиться в выживших и при удачном стечении обстоятельств раздать хорошего урона его тиммейтом если рядом их конечно не больше двух а лучше один так как в игре бывает очень часто что группа разбивается на пары или кто-то бегает вообще один также вы можете вызвать дедайтов средних и элитных и тоже в них вселиться и даже самый средний дедает под вашим управлением превращается в очень жирного и опасного врага а если выживший бегает один вы можете заковырять его обычным рядовым скелетом и это очень весело а при достижении определенного уровня прокачки вам дает возможность поиграть за босса это злой эш генрета и гомункул если вам нравилось играть в волф тут вы тоже получите удовольствие так как босса достаточно жирный и опасный тоже генрета это просто мега танк который в легкую раскатывает двоих выживших главное конечно выбирать правильные моменты так как в игре есть дебильная шкала баланса который быстро сбивается обычными атаками если вы играете за босса и на вас напрыгнуло сразу 4 выживших вам ее сразу же собьют и вы просто будете стоять и впитывать урон это просто мега тупо она конечно откатится но пока это произойдет вас скорее всего уже раскатают или оставит очень мало хп поэтому тут надо выбирать идеальный момент когда выжившие разделились или очень заняты волнами додайтов в общем игра за демона очень интересно в бестелесной форме он очень классный эффект налетает по карте в точности как это было в фильме эффект той самой камеры и если вы играете в соло это прям идеальный режим единственное что если пачка выживших сыгранная и пикнули правильные классы такое ощущение что не прокачанному демону выиграть ну просто нереально так как бегают они всегда вместе хп всегда полное и даже нокнуть кого-то вообще не получается тут прям какой-то дисбаланс в сторону выживших и если бы не было хотя бы этой дебильной полоски баланса возможно уже за босса можно было бы хотя бы как следует раздать а так непонятно возможно я конечно чего-то не понимаю но говорю как есть также из плюсов что хочется отметить что в игре очень классное музыкальное сопровождение музыка просто шикарная передает атмосферу игры на 5 с плюсом и прекрасно нагнетает обстановку во время игры а вот из незначительных минусов которые я думаю в дальнейшем легко поправить это очень малое количество лута в игре повсюду валяются патроны просто горы этих коробок с патронами а найти классную пушку хотя бы фиолетовую я уже не говорю про золотую практически невозможно всегда бегаешь дефолтным топором бит или молотком и я не скажу что урона не хватает нет сейчас я качаю рыжего генри и он как я понимаю дд и по урон я всегда беру топ но все же хотелось бы находить классные пушки почаще из минусов еще достаточно убогая физика управления авто какая-то совсем игрушечная что ли полностью отсутствует чувство что ты управляешь автомобилем максимальный картон и еще что раздражает не знаю может это только у рыжего генри но полоска страха накапливается просто за секунду вот и только вроде у костра постоял чтобы полоску пола смотришь она уже полная то есть постоянно приходится бегать к этим кострам и это прям вымораживает механика прикольная но с накоплением страха что-то они перемудрили даже полностью прокачанный герой накапливают его моментально и это наверное пока что все что я хочу сказать по этой игре в целом игра получилась классная возвращаться хочется игровой процесс затягивает но нужно играть с кем-то или за демона если вы играете один фан-сервиса просто море персонажей куча большая прокачка и вариативность прекрасная графика и музыкальное сопровождение возможность собирать различные билды и очень классный задел на будущее в плане обновлений обязательно пишите как вам если играли и насколько я знаю публика очень горячо приняла эту игру о чем говорит как ветка на реддите так и цифры продаж и это очень круто очень надеюсь что в будущем нам выкатит побольше обновлений и возможно сделают уже наконец полноценный сингл и и Субтитры создавал DimaTorzok